Девятилетняя Анюта Ишинбаева из села Музяк на новогоднее представление приехала с мамой и подготовила для Деда Мороза сюрприз. По словам Альбины Николаевны, ее дочь долго выбирала, какое стихотворение рассказать главному волшебнику и с нетерпением ждала встречи с ним. Мы с дочкой с Анютой приехали, она здесь стихотворение рассказала. Ну, песню пели, конечно, танцевали и веселились. Ну, подарки получили, довольные. Да, подарки получили, довольные. Мы на праздник приезжаем каждый год, нам очень понравилось, мы посмотрели сказку, мероприятия хорошие у нас районные, руководители приготовили нам, нам понравилось. Уже стала традицией ежегодно проводить елки для детей с ограниченными возможностями здоровья. В этот раз мероприятие посетило более 20 детей-инвалидов со всего района. Организует данный праздник отдел культуры совместно с Краснокамской районной организацией общества инвалидов. Всего подготовлено около 100 подарочных наборов. В основном силами отдела культуры, районного дома культуры провели приглашение детей с родителями на сегодняшнее мероприятие. Значит, на это выделило средства районная администрация. И вот, значит, благодаря общими усилиями сегодняшнее мероприятие состоится. Значит, это проявляется, ежегодно такое мероприятие проводится, значит, в рамках заботы о детях-инвалидах. Приглашение расслаблено по всем сельсоветам в виде телефонограммы, но не все у нас так ежегодно и получается, потому что кто-то болеет, кто-то занят очень. Поэтому, значит, проводится по окончанию развлекательная программа, вручаются подарки. Подарки, которые не получили дети, значит, рассылаются потом по сельсоветам, и сельсоветы уже своими силами вручают детям-инвалидам эти подарки новогодние. Пользуюсь случаем, поздравляю всех детей-инвалидов с наступающим Новым годом, а от себя еще хочу добавить терпение, еще раз терпение для родителей детей-инвалидов, потому что им это очень нужно. В программе были веселые игры, долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой и, конечно же, новогоднее представление. У театральной студии «Глория» накоплен большой опыт в проведении мероприятий для детей-инвалидов. Артисты такие встречи проводят с трепетностью и пониманием, помогая особенным детям раскрепоститься. Сегодня на праздник мы приготовили детям необычное представление новогоднее, называется оно «Турагентство Баб-Яги». Ну, естественно, это необычное путешествие, которое организовывает Баб-Яга, отправляя Снегурочку вместе с детьми по разным странам, вынуждая искать Деда Мороза. В итоге они оказываются вообще на другой планете сказочной. И, естественно, Баб-Яга хочет украсть подарки детей, но это ей не удается. В финале появляется Дед Мороз и торжествует волшебство и праздник. Естественно, детей ждут игры, танцы, веселые подарки ждут детей, новогодние стихи. Ну, как всегда, будет весело, задорно, сказочно. Каждый ребенок мог рассказать Дедушке Морозу и Снегурочке новогоднее стихотворение или же спеть песню. А за подготовленный сюрприз дети получали сладкие угощения. В годикам окончается праздник, приближается Новогодний Мороз, приезжающий с Дедом Морозом. В стороне не осталось и местное отделение социальной помощи семье и детям. Сотрудники подготовили для ребят маленькие сувениры на память. Каждый гость унес новогодний подарок от Деда Мороза и замечательное настроение. Песня «Мороза и Снегурочке» Песня «Мороза и Снегурочке» Песня «Мороза и Снегурочке» Песня «Мороза и Снегурочке»